Солнце С неготовыми Не говори, человече, завтра примирюйся с Богом, завтра покаюсь, завтра исправлюсь Не отлагайся дня на день твоего обращения к Богу и покаяния Ибо никто тебе не сказал, доживешь ли ты до вечера Смерть, как наказание прародителей за совершение в раю греха Допущено Богом не для одного наказания, но и для пользы или блага падшего человека Эту мысль развивает, между прочим, святой Феофил Антиохийский, святой Кирилл Александрийский Первый говорит Бог оказал великое благодеяние человеку тем, что не оставил его вечно связанным грехом Но как бы осудив ссылку, изгнал его из рая Дабы он этим наказанием очистил в продолжении известного времени грех И, исправившись потом, мог бы быть возвращен Что имеет совершиться после воскресения и суда Ибо как сосуд, когда после устройства его окажется в нем какой-либо недостаток Переливается или переделывается, чтобы он сделался новым и неповрежденным Так бывает и с человеком через смерть Потому что он некоторым образом разрушается, чтобы при воскресении явиться здоровым То есть чистым, праведным и бессмертным Второй отец церкви говорит об этом следующее Смертью законодатель останавливает распространение греха И в самом наказании являет человеколюбие Так как он, давая заповедь, с преступлением ее соединил смерть И поскольку преступник подпал всему наказанию То и устрояет так, что самое наказание служит ко спасению Ибо смерть разрушает эту животную нашу природу И таким образом, с одной стороны, останавливает действие зла А с другой избавляет человека от болезней Освобождает от трудов Прекращает его скорби и заботы И оканчивает страдания Таким-то человеколюбием растворил судья самое наказание За рубежом земной жизни Рассказ этот, за достоверность которого не ручаемся Помещаем здесь как превосходную иллюстрацию чувствований Испытываемых при переходе в загробную жизнь Протоиерея Григория Диченко Рассказ Хотя я имел надежду на выздоровление Но был уже несколько лет болен Страдая тягостным хроническим недугом Который только время, хороший климат И постоянный уход могли излечить А теперь доктора сказали мне Что для ускорения хода моего выздоровления Необходима операция Хотя родители мои еще были живы Я пребывал один за границей Ради горного воздуха и особого лечения Требуемого моим расстройством Я жил в Швейцарии В частной санатории Названия кантона и местечка Читателю безразличны Да и не в них суть Легко себе представить Что сообщение о необходимости Операции оказалось не особенно приятным Но бороться с неизбежным было бесполезно Операция была серьезная Мои виды на выздоровление Не особенно блестящие С ней или без нее Поэтому я решил пренебречь Риском неудачного Или даже рокового ее исхода Так как однообразное существование На положении больного Становилось невыносимым День назначенный для операции Приблизился необыкновенно скоро Заранее я привел все свои дела в порядок На случай скверного исхода Операцию должен был сделать Известный хирург Профессор университета Накануне были закончены Все мои приготовления Поужинав легко В начале вечера Я приступил к длинному посту Перед операцией Которые, разумеется, должны были Произвести под наркозом До нее я уже не должен был Ни пить, ни есть Хотя я и был ослаблен болезнью Однако мне редко приходилось Оставаться в постели Поэтому вечер удалось провести Довольно приятно В гостиной В беседе со знакомыми Товарищами по несчастью Но разговаривая я воздержался От всякого намека о том Что предстояло на завтра В десять часов я взял ванну И затем ушел спать Немного раньше обыкновенного Странно, но я не чувствовал Ни беспокойства, ни опасения Мне пришлось в прошедшем Перенести пустяшную операцию Под хлороформу И я воспоминание об этом опыте Скорее служило к моему успокоению Мой сон был безмятежен И я проснулся на другой день В восемь часов утра Стояла зима День был тусклый и темный Свинцовое небо тяжело нависало Над долиной Окрестные горы были заволочены Тучами, обещавшими снег Когда я отворил окно Несколько порошинок снега Проникло ко мне в комнату День не предполагал Не располагал к веселым думам И теперь впервые я почувствовал Что меня оставляет Моя бодрость духа И что-то похожее на беспокойство Закрадывается в мою душу Однако нельзя уже было терять времени Надев халат Я принялся умываться И затем вернулся в постель Чтобы дождаться прихода профессора Которого я еще не видал Ровно в 9 часов я заслышал Сдержанный говор в коридоре и шаги нескольких человек Приближавшихся к моей комнате Шаги двоих из них были знакомы Я разрешил хромающий пост Главного врача заведения И легкие шаги его молодого ассистента Другие шаги твердые и тяжелые Были мне незнакомы Так вот это должно быть профессор Который должен меня вскоре оперировать Промелькнуло в моей голове В короткий промежуток времени Отделявший момент прихода докторов От первого шума их приближения Я старался представить себе Каким окажется профессор Его наружность, манеры Но всякие размышления Были прерваны резким стуком в дверь Войдитесь, сказал я И затем окинул знаменитость Внимательным, долгим взглядом Господин В. профессор Рейнхейм Сказал мой доктор Представляя нас друг другу Профессор был высокий Атлетически сложенный мужчина Возрастом около 50 лет Его довольно длинные волосы Были зачесаны за уши Под массивным лбом С глубокими бороздами Замахнатыми бровями Глядели серые, спокойные, умные И не лишенные доброты глаза Его челюсть была довольно сильно развита Но рот и подбородок Скрывали густые усы и борода Я пожал всем руки Затем профессор принялся меня исследовать С особенным вниманием Выслушивая мое сердце Так как от последнего Зависел в большой степени успех операции Результаты осмотра Должно быть были удовлетворительны И после нескольких вопросов И двух-трех ободряющих слов Знаменитый хирург Спустился вниз вместе с другими Чтобы докончить свои последние приготовления Меня должны были позвать через полчаса Нервное чувство Овладело мною Возможность смерти под наркозом Всякая операция сопровождается этим риском Не особенно беспокоила меня Но я теперь находился в состоянии Сравнительного физического удобства Хотя я и был нездоров Более трех лет Однако моя болезнь Никогда не причиняла мне Чувствительного страдания Мое сердце упало при мысли Что из скажущегося здоровья Без промежуточного приготовления Я буду погружен через несколько часов В состояние сильной физической боли Которая могла продолжаться Несколько дней Эти размышления В связи с непривычным постом Повлекли за собой Мое настоящее угнетенное настроение Усилием воли Я постарался вернуть себе хладнокровие Мысленно обсуждая положение И размышляя о своем настоящем И возможном будущем Мне это настолько удалось Что теперь я мог уже дожидаться Призова С полным внешним спокойствием Все же мой пульс Бился у чищения обыкновенного Секунды этого полчаса Оказались превращались в минуты Минуты в часы Но наконец приход сестры Милосердия и вившиеся позвать меня В операционные комнаты Прекратил томительные ожидания Надев халат и туфли Я последовал за ней вниз Все обитатели лечебницы Или ушли на утреннюю прогулку Или отправились на террасы Чтобы провести на них утро Как это было заведено Все было совершенно так Как всегда И чувство одиночества Охватило меня Когда мне стало ясно Сколь мало мое предстоящее испытание Интересует весь остальной мир Хотя последнее было вполне естественно Все-таки бессознательно Равнодушное отношение Этих сравнительно чужих мне людей Болезненно отразилось во мне Однако я был рад Что проходя через лестницы И коридоры Мы никого не встретили Ко мне в приемную сейчас Вошел один из ассистентов Он пощупал мой пульс Сто ударов в минуту Не беспокойтесь Мы дадим вам кое-что Для успокоения нервов Сказал он Едва эти слова были сказаны Как шприц с морфием Уколол мне руку Через несколько секунд Не поддающееся описание Чувства какого-то отупения И вместе успокоения Начало меня охватывать И возбуждение улеглось Я стал странно равнодушен Но начал думать о том Что должно последовать С вялым любопытством Как будто мне не предстояло Подвергнуться Самому серьезной и опасной операции А присутствовать При интересном научном опыте Вслед за тем Вошел профессор Сказать, что пора Он был одет с ног до головы в белое И его сильные мускулистые руки Красные от многократного мытья И карболки Были оголены по локоть Стоя передо мной Во всей своей грубой Мужественной силе Одетый в балахон и передник Он мне напоминал Атлетического мясника Собирающегося Приняться за убой Это непривлекательное Умственное сравнение Вызвало на моих губах Насмешливую улыбку Которая удивила Даже меня самого Право Морфий творил чудеса Я теперь находился Светлый, чистый Полный воздухооперационный Среди комнаты Стоял роковой стол Покрытый белоснежным бельем Рядом были расставлены Стеклянные столы Со внушительной батареей Блестящих инструментов Перевязочных материалов Лоханок В углу над газовым рожком Кипели в металлическом ящике Другие инструменты На отдельном столике Я заметил маску Для хлороформирования И фляжечку Капельник с наркозом В помещении было очень тепло И воздух насыщен Запахом карболовой кислоты И других сильных снадобий Кругом стояли Две чистенькие Католические монахини Сестры Милосердия Главный оператор Его помощники Я взлез на стол И улегся Меня накрыли одеялом И урегулировали Подвижные части стола Чтобы мне было поудобнее Следующее мгновение Приказав мне дышать Глубоко и равномерно И наложив пальцы На мой пульс Ассистент начал Хлороформировать Первые капли Произвели на меня Действие сильного удара По носу И почти оглушили Затем туман Опять рассеялся Я почувствовал себя слабым Мне было несказанно Гадко и тошно От сильных Захватывающих Проникающих На паров Наркоза Они, казалось Прокрадывали Самую середину Моего мозга Наполняли Мои члены Невыразимым Чувством Слабости И стомы Барабаны Начали выбивать Ритмическую дробь В ушах Я начал терять Свою способность Чувствовать Хотя я еще мог Слышать и видеть Сознание Затем Начало Меня покидать Моя способность Мыслить Казалось Была ограничена Пространством Величиной В булавочную головку В самой середине Моего мозга Вдруг я почувствовал Как чья-то рука Приподняла Мне века На мгновение Мне вернулось Сравнительное сознание Я различал Операционную Те же лица Стояли кругом До моего слуха Стали долетать Звуки Странного Непрерывного Болтающего Голоса Голос спрашивал Кончена ли Операция Как она сошла После чего Следовало Полнейшее Бессмыслица Набор слов На нескольких языках В перемешку Сначала Я не мог сообразить Кто это говорит Пока вдруг Меня осенила мысль Что это я сам И что профессор Грозно приказывает Мне замолчать И спать Опять маску наложили Последний оглушающий удар Этих страшных барабанов Поразил мой слух Я почувствовал Как все уплывает Последний остаток Сознания Меня покинул И все Померкло Сколько времени Прошло до моего Вторичного Возвращения К сознанию Я не могу сказать Но вот я Опять пришел В себя Странное чувство Легкости Наполнило Мое существо Я не мог Ни видеть Ни слышать Ни чувствовать Я мог Только думать Последнее же С ясностью Никогда Не испытанное Это новое ощущение Продолжалось Не более сотой доли Секунды И в следующее Мгновение Я опять встал И видеть И слышать Нечто странное И необъяснимое Открылось Моему взору Я находился В той же операционной Тут же стояли Профессор Его помощники Но было еще Другое лицо Которого я раньше Не заметил Оно лежало на столе И казалось Болезненно бледным Я стал в него Внимательно Вглядываться С того возвышенного Положения В котором находился Черты лица Казались мне знакомы Вдруг Коченеющее Чувство Страха Охватило меня Я сам Был этим Человеком Лежавшим Там на столе Я Или вернее Мое тело Не подавало Признаков жизни Полудосадливое Полуогорченное Выражение Было нарисовано На энергическом Лице Профессора Он стоял рядом С телом И правой рукой Щупал Область сердца В левой же Еще держал Какой-то инструмент Доктор Который до того Хлороформировал Отложил маску В сторону И растерянно Перешептывался С другими врачами Сестры Милосердия Стояли тут же Не понимая Хорошенько Что случилось Одна держала В руках Ватные тампоны Другая лохань Пора Лишь сердце Сказал Профессор Это очень скверно Господа Но иной раз Не убережешься От подобной Случайности Какие меры Не принимай Тело же По-прежнему Продолжало Лежать Неподвижно Глубокий взрез Взял В правой стороне Груди Пинцеты Засемлявшие Перерезанные Артерии Которых Еще и не Завязали Были на своих Местах Несколько Кусочков Удаленной Кости Лежало На боковом Столике Простыни Были слегка Забрызганы Кровью Некоторое Время Я не мог Сообразить Что именно Случилось Затем Страшная Правда Стала Мне ясной Смерть Наступила Под хлороформом То, что Лежало Передо Мною Был Мой Труп То, что Я мысленно Называл Собою Было Мое Внутреннее Самознание Одним Словом То, что В общежитии Принято Называть Душою Во время Моей Жизни Я держался Безусловно Материалистических Мнений Неожиданное Открытие Что существует Сознание После Смерти Ошеломило Меня Я был К нему Так Неподготовлен Она Так Противоречила Всем Моим Предвзятым Взглядом Но Вскоре Весь Ужас Случившего Стал Слишком Подавляющим И я Чувствовал Что Не в силах Были Глядеть На Тяжелое Зрелище Я Хотел Скрыть От себя Картину Этого Изрезанного Тела Лежащего Среди в любимом кресле и занималась вышиванием, отец считал газету у лампы. Хотя предшествовавшая картина была освещена дневным светом, здесь был вечер. Несколько минут это было мне непонятно, но затем я вспомнил, что так и должно быть благодаря огромной разнице в долготе. Глядя на эту мирную и знакомую сцену, я позабыл на время происшедшей со мной перемени. Я заговорил с матерью, но мой голос был беззвучен и не произвел на нее никакого впечатления. Сознание неумолимости настоящей действительности вернулось ко мне с удвоенной силою, и я понял, как бесполезны мои старания. Но я не хотел сдаться без борьбы и сосредоточил всю свою волю в одном желании — сообщить ей о своем невидимом присутствии. Неспокойно озабоченное выражение проскользнуло по ее лицу. И обратившись в сторону моего отца, мать заметила, что ее беспокоит, как-то я перенесу операцию, и скоро ли прибудет телеграмма с извещением об ее исходе. Отец, взглянув на часы, сказал, что надо ожидать депешу через три-четыре часа, но что он лично не сомневается в благополучном окончании. Но моей матери было уже совсем не по себе. И говоря, что она слишком нервно настроена, чтобы продолжать рукоделие, она взялась за книгу, но не могла сосредоточиться на ней. Мне было невыразимо тяжело при мысли, что моих родителей вскоре должно поразить известие о моей смерти и внести горе в их тихую жизнь. Беспокойное чувство усилилось во мне, и я захотел повидать моего брата. Он был лейтенантом флота и в ту минуту находился с нашей летучей эскадрой где-то в Корейском море за несколько тысяч верст. Но я уже успел освоиться немного с моим положением, а расстояние уже не было более препятствием. За зарождением мысли следовало ей исполнение с быстротой света. Опять декорации переменились, как и раньше, плавно, без остановки или какого-либо толчка. На этот раз я ощутился на капитанском мостике одного из наших крупных океанских крейсеров. Была безумная, но тихая звездная ночь. Кругом за кормой и носом огромного судна расстелалось безбрежное пространство глубоких синих вод, переходивших в черное, где горизонт сливался с небом. Темное шире свещалось лишь нашими отличительными огнями, да искрилось тем фосфористым отблеском, который присущ тропическим морям. Корабль, подвигаясь величественно вперед, оставлял за собой длинный путь сверкающих серебристых водоворотов и пены, где в воду бурлили винты. Идя экономическим ходом, мы почти что беззвучно прорезали воду. Никакое сотрясение не доходило до нашей вышки. По временам звуки глубокой ритмической пульсации машин долетали в нашу сторону. Черный дым медленно и лениво клубился из высоких труб и тянулся темной полосой на целые мили за нами в тихом воздухе. Волны не было, лишь могучая, никогда не стихающая зыбь океана сообщала огромному крейсеру равномерную качку. Высокие мачты с их боевыми марсами казались маятниками огромных часов. Мой брат стоял в плаще около штурвальной рубки и глядел вперед. Только одни вахтенные были видны, остальные команды находились внизу. Я стал напротив брата и опять сосредоточил на нем свои мысли. Вдруг он отступил от фальшборта и провел рукой перед лицом, как будто что-то закрыло его взор. Я заметил, что он побледнел при свете компасных фонарей. Не может быть, пробормотал он. Должно быть мне померещилось. И, постояв в раздумии с минуту, поднял свой ночной бинокль и опять стал вглядываться вдаль. Приближение расцвета давало о себе знать острой свежестью в воздухе, так как брат, завернувшись поплотнее в шинель, стал шагать по мостику в молчаливом раздумье. Я долго еще продолжал глядеть на него. Пробило четыре склянки. Через минуту вахту сменили, мой брат исчез внизу, чтобы придать все заслуженному отдыху. Я начал терять всякий интерес к вещам этого мира, членом которого я уже более не стоял. Не состоял. Даже сочувствие и любовь к моим самым близким начали испаряться. Я с каждой минутой становился все более и более равнодушным. Я был невыразимо одинок и страстно желал какого-нибудь общества. Несказанно обрадовался бы я встрече с товарищем, духом. Но я был один. Мое отчуждение от всего и всех было полное и окончательное, и сознание его становилось все более и более устрашающим. Я был совершенно покинут в бесконечных пространствах Вселенной. Совершенно одинок. Мне начала ужасать мысль о существовании в подобной обстановке годы, столетия, вечность. Это слово «вечность» имело страшный смысл теперь, который раньше был мне недоступен. Я стал понимать до некоторой степени его значения. Покой был для меня недосягаем. Как я желал того забвения, которое я раньше предполагал за гробом и которого я так боялся. Нет выхода. Нет спасения от самого себя. Дикая мысль самоубийства промелькнула. Но тут же я сообразил ее полное бессмысленно и несуразность. У меня уже не было тела, у которого я мог бы отнять жизнь. Ведь я только что его покинул. А обратиться к божеству. В своем отчаянии я старался молиться, но мои мысли отказывались слагаться в какой-либо порядок, в какую-нибудь последовательность. Я испытывал умственную муку, какую счел бы раньше невозможной. Что, если я совершенно заблуждался в своих прежних понятиях? Что, если в самом деле я был все время неправ в своем материализме? Что, если все то, чему религия меня научила в детстве, было истиной? Если мои позднейшие сомнения были следствием какого-нибудь умственного расстройства? Что, если моя хваленая логика, которой я так гордился, была лишь чадом больного мозга? Затем явилась страшная мысль, что мое настоящее состояние с еще более ужасной перспективой в будущем было наказанием, не способным мне оскорбленным божеством, наказанием, выбранным именно мне, неверующему. Как оно подходило к моему случаю! В моем беспредельном ужасе я опять старался молиться. Мои страдания уже не поддавались описанию. Все завертелось в головокружительном водовороте. «Сделайте ему еще впрыскивание!» «Где шприц?» — услыхал я далекий голос. «Затем кто-то раскрыл мне левый глаз, и сквозь облако я разрешил профессора и своего доктора, и понял, что нахожусь в постели. Я не мог сообразить, что случилось. Моя голова окружилась. Ага, зрачок сокращается. Он приходит в себя!» Продолжал все тоже бодрый, сильный голос. «Ну, как вы себя чувствуете? Довольно скверно, а?» И так, это был только сон. Я не мог сразу постигнуть правду. Я уже так успел привыкнуть к мысли об оставлении мира навсегда, что это неожиданное возвращение к жизни ошеломило меня. «Что случилось?» — спросил я. Затем я все вспомнил. «Как сошла операция?» «Была ли она удачна, профессор?» Был мой следующий вопрос. «Вы можете успокоиться», — последовал ответ. «Вы отлично перенесли ее, и через несколько недель будете на ногах». Я опять погрузился в молчание. Реакция была слишком сильна. Затем, по мере того, как сознание все более и более возвращалось, я стал ощущать глухую, подавляющую, все усиливающуюся боль в боку, которая, скажем, мгновением становилась все сильнее и сильнее. Но испытываемое нравственное облегчение было неизмеримо глубоко. Я чувствовал, что могу переносить острую физическую боль с полным спокойствием, почти что с удовольствием. Мое выздоровление протекло скоро и со временем оказалось полным. Но яркое воспоминание моего страшного видения, видение ли, долго оставалось запечатленным в моей памяти. И я до часа моей смерти не забуду те ужасные минуты, которые мне пришлось пережить. Жизнь по отсечении головы. Уже не раз было говорено о том, что человек, когда ему отрубают голову, не сразу прекращает жить, а что его мозг продолжает соображать и мускулы двигаться, пока, наконец, кровообращение совсем не остановится, и он не умрет окончательно. Мотор Эрн приводит несколько случаев такой смерти из средних веков. Король Людвиг Баварский в 1336 году приговорил к смертной казни Дитса фон Шаунбурга вместе с четырьмя его ландскнехтами за то, что они восстали против него и тем нарушили спокойствие страны. Когда приговоренных к смерти привели на место казни, то Дитс фон Шаунбург попросил короля поставить их всех в ряд на расстоянии восьми шагов друг от друга. Затем начал с него и отрубил ему голову, по окончании чего он встанет и побежит мимо своих ландскнехтов и те, мимо которых он успел пробежать, пусть будут помилованы. Король, смеясь, обещался ему все исполнить в точности, принимая эту выходку за шутку и в полной уверенности, что человек без головы не может бегать. Дитс фон Шаунбург поставил своих ландскнехтов по порядку, один за другим, самых любимых, поближе к себе. Сам же встал позади всех и опустился на колени, ожидая смертельного удара. Когда голова его была отрублена, он быстро вскочил на ноги и, пробежав мимо всех своих ландскнехтов, замерто упал на землю. Ландскнехты были, конечно, помилованы. Подобный же случай был с одним средневековым полководством, который спас восемь товарищей, пробежав мимо них с отрубленной головой. Одна немецкая газета 17-го столетия сообщает об удивительном случае, происшедшем в 1528 году в городе Роденштадте. Одного монаха-проповедника приговорили сначала к отрублению головы, а затем к сожжению его тела на костре. Он обещался после смерти дать какое-нибудь доказательство своей невинности. И действительно, после того, как монаху отрубили голову, он плашмя упал на землю и пролежал так минуты три без движения. Затем он медленно перевернулся к груди кверху, положил правую ногу на левую, скрестил руки на груди и больше уже не двигался. Тело его уже побоялись предать сожжению. Психология ощущений наступающей смерти Мне кажется, что с уменьшением моей деятельной силы я делаюсь более духовным. Все делается для меня прозрачным. Я вижу типы, основу существ, смысл вещей. Все личные события представляются мне только частными опытами, только предлогами для размышления, фактами для обобщения их в законы, реальностями для преобразования их в мысли. Жизнь представляется мне только документом, который надо растолковать, материи, которую надо одухотворить. Такова жизнь мыслителя. Он все более и более обезличивается с каждым днем. Если он соглашается испытывать и действовать, то только для того, чтобы лучше понимать. Если он всего хочет, то только для того, чтобы познать волю. Хотя ему приятно быть любимым, и он не знает ничего столь радостного, но и тут ему кажется, что он только повод для явления, но не цель его. Он созерцает зрелище любви, и любовь остается для него зрелищем. Он не считает даже своего тела своим. Он чувствует проходящим через себя жизненный вихрь, который дан ему на время только для того, чтобы он мог познавать вибрации мира. Он только мыслящий субъект и удерживает только форму вещей. Он не приписывает себе никакой материальной собственности. Он требует от жизни для себя только мудрости. Это настроение делает его непонятным для всего наслаждающегося, властвующего, захватывающего. Он воздушен, как привидение, которое можно видеть, но нельзя схватить. Я еще не умер, но уже привидение. Люди кажутся мне сновидениями, и я представляюсь им сном. Категория времени уже не существует для моего сознания, и вследствие этого все перегородки, которые делают из жизни дворец в тысячу комнат, падают для меня, и я не выхожу из первобытного одноклеточного состояния. Я знаю себя только в состоянии монады, и чувствую, что мои способности вновь возвращаются в ту субстанцию, которую они индивидуализировали. Все выгоды животности таким образом откинуты. Уничтожено также все то, что дало изучение и культура. Птице вернулось в яйцо, организм зародыш. Это психологическое явление есть предварение смерти. Оно изображает жизнь загробную, возвращение к тому, из чего я вышел, или скорее укращение личности, которое, откинув все случайности, существует уже только в состоянии нераздельности, в состоянии точки, в состоянии потенции, в состоянии нуля. Но нуля плодотворного Это ничто есть все. Что такое желудь, как недуб, лишенный своих ветвей, листьев, ствола, корней, то есть всех своих приспособлений, всех форм, всех особенностей, но который сосредоточен в своей сущности, в своей производительной силе, которая вновь может завоевать все, что она отбросила. Это обеднение, стало быть, есть только внешнее сокращение. Возвратиться к своей вечности, это-то и значит умереть, но не уничтожиться. Это значит возвратиться к своей потенциальности. Смотри книгу из дневника Амиеля перевод с французского под редакцией графа Льва Толстого Телесная смерть и так далее. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...